Владимир Владимирович, как Вы оцениваете двое суток после Минских договорённостей о прекращении огня? Судя по всему, всё пошло не так гладко, особенно учитывая то, что происходит в Дебальцево. Речи нет о примере и там, по крайней мере. В целом мы отмечаем значительно, я хочу это подчеркнуть, снижение боевой активности. Но хочу также отметить, что ведь и в прошлый раз, когда президент Порошенко принял решение возобновить боевые действия, а потом их остановить, тоже не сразу удалось это сделать. Но вот сейчас это совершенно очевидный факт, количество различных обстрелов, взаимных ударов по всей линии соприкосновения упало в разы. Действительно, происходят стычки в районе Дебальцево. Кстати говоря, больших ударов и там уже такого количества ударов нет, как в прошлое время. Но то, что там происходит, это объяснимо и прогнозируемо. Поскольку, по нашим данным, ещё до встречи в Минске, за неделю примерно, группировка украинских войск оказалась там в окружении. И на встрече в Минске я именно так и говорил об этом. Те, кто находятся в кольце, будут пытаться вырваться. С внешней стороны будут предприниматься попытки их деблокировать. А ополчение, которое удерживает украинские воинские части в этом кольце, будет этому сопротивляться, противиться и удерживать дальше. И это неизбежно приведёт к тому, что, так или иначе, какое-то время будут происходить эти стычки. Вот и сегодня, с утра, опять была предпринята очередная попытка, я не знаю, есть ли это в средствах массовой информации, не успеваю за этим следить, но рано, в 10 часов утра, была предпринята попытка деблокировать этот котёл украинскими вооружёнными силами. Она закончилась неудачно. Я очень рассчитываю на то, что ответственные лица в украинском руководстве не будут мешать военнослужащим украинской армии складывать оружие, если они сами не в состоянии принять это ответственное решение и отдать такой приказ. Что, во всяком случае, не будут преследовать людей, которые хотят сохранить свою жизнь и жизнь других людей, готовы сложить оружие. И, с одной стороны, а с другой стороны, рассчитываю на то, что представители ополчения, руководство Донецкой народной республики, Луганской народной республики не будут удерживать этих лиц, не будут препятствовать тому, чтобы они могли свободно после этого покинуть зону конфликта и зону окружения и вернуться к своим семьям. Хочу подчеркнуть ещё раз. По всей линии соприкосновения более или менее тихо. Надо закончить проблему, связанную с окружённой группировкой. Наша общая задача заключается в том, чтобы спасти жизни людей, которые оказались в этом котле. И чтобы вот этот нарыв не усугубил отношения между официальными властями и ополчением Донбасса. Конечно, проигрывать всегда плохо. Конечно, это всегда беда для проигравшего. Особенно, если проигрываешь вчерашним шахтёрам или вчерашним трактористам. Но жизнь и жизнь, она точно пойдёт дальше. Я бы считал, не нужно на этом зацикливаться. Нужно, повторяю ещё раз, решить главную задачу – сохранить жизни людей, которые там сейчас находятся. Сделать так, чтобы они могли вернуться к своим семьям. И реализовывать весь план, согласованный в Минске. Уверен, что это можно сделать. Другого пути нет. Продолжение следует...